Здравствуйте! Я приветствую вас снова на канале Процветок. И сегодня мы немного приоткроем ту интригу, которая у нас была с протравливанием семян. Прошло 5 дней с тех пор, как мы провели протравливание семян и заложили наш небольшой эксперимент, который, в общем, оказался достаточно показательным. Что важно, чтобы понимать, какие способы являются реальными и надежными, а какие все-таки нет. Напомню, что мы протравливали семена томата в 14 различных растворах, включая обыкновенную воду как контроль. И вот что у нас получилось. Как и ожидалось, вариант с водой показал, что здесь все семена обросли бактериальными колониями. И, в общем-то, никакого положительного эффекта не получилось. Тот же самый эффект был у перекиси водорода. Совершенно неэффективный способ протравливания. Также очень сильно разочаровал способ протравливания с помощью марганцовки. Здесь мало того, что заросло все бактериями, так еще и покрылось плесневыми грибами. Точно такой же результат получился при протравливании в медном купоросе. Подозреваю, что остатки медного купороса на семенах не только не убили вредную микрофлору, но еще и простимулировали рост грибов. В остальных вариантах тоже, в общем, тот или иной рост бактерий на чашках Петри наблюдался. Но, все-таки у нас выявилось несколько очень интересных вариантов. Первое, что меня очень сильно убедило, а я как человек все-таки с таким научно-скептическим взглядом, и совершенно сомневался в том, что вариант с чесноком и алоэ будет хоть сколько-нибудь эффективен. Я ожидал, что там рост будет бактерий, патогенных маккробов самый большой. Ничего подобного. Оказалось, что вариант и с чесноком, и с алоэ оказались весьма и весьма эффективны. Нельзя сказать, что они в полной мере отстерилизовали нам семена. То есть, какой-то очень-очень слабенький рост бактерий там наблюдается. Но если вы поборник органического земледелия, и у вас под руками нет каких-то химикатов или реактивов, которыми вы можете воспользоваться, Соответственно, если пару зубков чеснока вы найдете, на полстакана воды пару зубков раздавите, настой сделайте, и будет прекрасный протравитель семян. Это то, что меня удивило очень сильно. Мне еще очень понравился вариант с зеленкой. Семена прокрасились этой самой зеленкой, стали такие зелененькие. И что приятно удивило, то что семена на чашках Петри еще и проросли. Вообще, это довольно большая редкость, чтобы семена прорастали на чашках Петри и на питательной среде. Но, однако же, мы такой эффект получили. Кроме того, полностью отстерилизованы были семена при использовании отбеливателя с гипохлоритом натрия. Ну, обыкновенной хлорки, можно сказать. Но, к сожалению, как показали результаты оценки всхожести после применения протравливания, этот способ, хоть и был эффективен для протравливания, но, к сожалению, практически полностью убил семена, и всхожесть упала очень сильно, и проростков мы практически не получили. Самым же самым-самым эффективным оказался способ – это протравливание в хлоргексидине. В обычном аптечном растворе хлоргексидина без всякого разбавления. Полчаса нахождения семян в хлоргексидине убрало всю инфекцию с поверхности семян, а, кроме того, не только не отрицательно, а даже положительно повлияло на состояние проростков. Поэтому, подытоживаю. Из органических способов использования чеснока и алоэ доказано являются эффективными. Среди всех остальных способов протравливания способ с использованием зелёнки и способ с использованием хлоргексидина являются надёжными и весьма-весьма эффективными. Как в отношении избавления семян от инфекции, так и в отношении состояния самих проростков, то есть схожести и силы роста проростков. Поэтому этот вопрос, в общем, для нас, считаю, решённым. Но надо напомнить, что опасность подцепить инфекцию при выращивании рассады и загубить свою рассаду кроется не только на поверхности семян, но, к сожалению, ещё и в почве, которую вы покупаете или где-то добываете, используете для выращивания рассады. Поэтому в следующем выпуске мы познакомим вас со способами обеззараживания почвы. Эффективны они, неэффективны, нужны или не нужны, и каким образом готовить почву к высаживанию семян и выращиванию рассады. Я призываю вас подписываться на наш канал, следить за нашими новыми выпусками, а также оставлять свои комментарии, ставить лайки, дизлайки, спрашивать, задавать вопросы и с удовольствием отвечу на всё, что вас интересует. До встречи!